Красота – это не только стройная фигура и правильные черты лица. Это еще и чистая кожа без покраснений прыщей и их последствий. Но, к сожалению, как раз избавиться от шрамов после прыщей бывает сложнее, чем вылечить сами прыщи. Высыпание на кожу проходит с возрастом или после корректировки питания и направленной терапии. Но на их месте порой остаются рубцы и шрамы, полностью нивелирующие положительный результат лечения. И борьба за красоту начинается заново. Маскирующая косметика, поиск эффективных процедур и, конечно, ответы на вопрос, как избавиться от шрамов после прыщей, чтобы не ограничиваться бесполезным. Сочувствием, мы подготовили перечень и описание наиболее эффективных способов убрать шрамы после прыщей на лице, на спине и других частях тела. Энтон Пепеп. Как избежать шрамов после прыщей? Почему на месте прыщей остаются рубцы? Ни один прыщ не появляется без причины. Его появления могут спровоцировать очень разные факторы, как внешние, так и внутренние. Прыщи вскакивают после прикосновения к коже грязными руками, использования некачественной косметики, от избытка сладостей и жареных продуктов в рационе, из-за нарушения пищеварительных. И обменных процессов и другие. И прочее. Но у прыщей любого происхождения есть нечто общее, их влияние на эпидермис и даже более глубокие слои кожи. И чем оно глубже, тем больше вероятность, что после прыща на его месте останется шрам, от незначительного временного изменения цвета кожи до настоящего стойкого рубца. Прыщи зарождаются в дерме, на уровне расположения в ней сальных желез и их протоков. Когда они воспаляются, образуется сальная пробка, закупоривающая поры кожи. Под ней, без доступа кислорода извне и при нарушении кровообращения изнутри, развиваются болезнетворные бактерии. Пока иммунная система организма борется с ними, окружая очаг воспаления лейкоцитами, прыщ развивается. В конце концов, белые кровяные тельца одерживают победу над инфекцией, но к этому моменту клетки кожи уже успевают пострадать не только внутри, но и снаружи. Если воспаление было сильным, а прыщей много, то кожа в этих местах может уплотниться и изменить цвет на более бледный. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Если прыщи превратились в угри или окне, а также если они были сорваны или расчесаны, то на месте ранок образуются корочки, после схождения которых нередко остаются рубцы. Полностью предотвратить появление шрамов после прыщей невозможно, но сократить вероятность их образования вполне реально. Например, не трогать прыщи руками и как можно скорее избавляться от них проверенными, а не самостоятельно придуманными методами. Но в некоторых случаях повлиять на появление рубцов невозможно, если прыщ развился в фурункул, то есть образовался гной. Очаг воспаления загрязнился или инфицировался. У вас тонкая и чувствительная кожа, склонная к раздражениям и сухости. Как избавиться от шрамов после прыщей на лице, причина появления рубцов особенности обмена веществ в человеческом организме таковы, что независимо от возраста и состояния здоровья прыщи. Чаще всего появляются на лице и шее, а на груди, плечах и спине реже. К тому же избавиться от шрамов после прыщей на лице важнее, особенно для женщин. Мужчин шрамы хотя и украшают, но совсем не такие. Так что избавиться от рубцов после прыщей на спине – не менее важная задача. Сделать это можно самостоятельно в домашних условиях или в косметологической клинике под руководством дерматолога. Но самостоятельно убрать следы от прыщей не всегда возможно. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Пичкит. Поэтому дома вы должны в первую очередь постараться предотвратить их появление, а также регулярно ухаживать за кожей, особенно если она склонна к образованию акне. Умывайтесь антибактериальными средствами, следите за своим питанием и откажитесь от вредных привычек. О лечении по стакне, как часто называют рубцы и шрамы после прыщей, доверьте профессионалам. Современные средства от шрамов после прыщей на лице шрамы и рубцы от прыщей на лице наставляют больше всего неприятностей, поэтому с их лечением нельзя рисковать. Медицина предлагает несколько действенных методик, позволяющих брать шрамы после прыщей без следа. Эти процедуры недешевы, но если речь идет о лице, то важно не сэкономить, а сохранить привлекательность. Озвучено Яндекс.Пичкит. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Пичкит. Для этого существуют такие способы удаления шрамов. Срединный пилинг может быть механическим, химическим или сочетать механическое и химическое воздействие. В первом случае косметолог применяет более жесткие скрабы, чем те, которые можно купить в магазине косметики. Их абразивные частички снимают ороговевшие клетки кожи, тем самым стимулируя ее к обновлению и созданию новых клеток, идентичных нормальной здоровой кожи по цвету и строению. Пилинг нетравмирующими химическими эксфолиантами тоже можно считать срединным, как правило для него используют препараты на основе салициловый или гликолевый кислот. Они воздействуют на кожу неглубоко, растворяя лишь верхний ее слой. Такой пилинг можно назвать почти безболезненным, но если рубцы после прыщей глубокие, то он будет малоэффективен даже при условии многократного повторения процедуры. Химический пилинг глубокий, намного эффективнее срединного, но этой причине не рекомендуется делать его больше одного раза. Препараты на основе фенола наносятся непосредственно на рубцы и буквально разъедают кожу. Глубокий химический пилинг – это достаточно больно, а реабилитационный период после него занимает определенное время, в течение которого нужно беречься от солнца и других внешних факторов. Кроме того, эта методика не применяется на веснушчатой, смуглой коже. Мезотерапия-мезотерапия для удаления шрамов после прыщей оказывает эффект за счет действия активных препаратов, вводимых под кожу в непосредственной близости к рубцам. Препараты для инъекций могут содержать гиауроновую кислоту или коллаген в разной концентрации, которая зависит от состояния кожи, глубины шрамов и цели. После их введения запускается процесс обновления кожи собственными силами. Это занимает некоторое время, прежде чем будет заметен положительный результат, поэтому мезотерапию для удаления рубцов нет смысла делать чаще, чем один-два раза в полгода. Дермобразие, проще говоря, шлифовка кожи, помогает избавиться от рубцов и любых других неровностей. Среди основных недостатков этого метода – его травматичность, в некоторых случаях после дермообразия накладывается повязка, и эффективность только по отношению к выступающим шрамам, но… не ямкам? Озвучено Яндекс.Спичкит. Текст озвучен с помощью Яндекс.Спичкит. Удаление шрамов лазером – это по сути тоже снятие слоя кожи. Лазерный луч срезает шрам на точно выверенной глубине эпидермиса, после чего возникает отек. Через пару дней он проходит, но до полного восстановления кожи должно пройти еще много времени, от одного до трех месяцев. Недостаток метода – болезненность и необходимость применения анестезии. Преимущество лазерной шлифовки – высокая точность настройки прибора. Пересадка кожи – это сложный метод устранения шрамов, которому прибегают только если рубцы и впадины на кожу очень глубокие. Мягкие ткани для пересадки берут у самого пациента с других частей тела или используют коллаген животных. Впадины на кожу заполняют этим коллагеном или жировой тканью. Как избавиться от шрамов после прыщей в домашних условиях, если после лечения прыщей кожа не сильно пострадала, можно попытаться убрать шрамы самостоятельно. Дома можно применять аптечные мази «Дерматикс» и «Контратубекс», предназначенные для быстрого рассасывания рубцов. А для тех, кто предпочитает натуральные рецепты фармацевтическим препаратам, существуют эффективные и безопасные народные средства от шрамов. Бодяга в сочетании с перекисью водорода вызывает прилив крови к коже и запускает процессы активной регенерации клеток. Смесь готовится в пропорции 1-1 и наносится на шрамы тонким слоем. Смывается после высыхания или при ощущении сильного жения. Пилинг скрабом в домашних условиях предполагает самостоятельное приготовление абразивного состава. Один из вариантов – помассировать лицо небольшим количеством слегка засахарившегося меда, который, помимо скрабирующего эффекта, обладает сильным биохимическим действием на кожу. Также можно приготовить скраб из смеси кофейной гущи и оливкового масла или овсяных хлопьев, замоченных в кефире до состояния густой кашицы. Натуральные маски, натуральные маски для удаления шрамов, скорее разглаживают кожу, чем выравнивают ее, но в комплексе с другими процедурами они достаточно эффективны. Попробуйте сделать маску из косметической белой глины и лимонного сока, но не держите ее на лице дольше 10-15 минут. Если эта маска не поможет, смешайте столовую ложку порошка зеленой или черной глины с пяти каплями розмаринового масла и разбавьте водой до консистенции сметаны. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. Компрессы от шрамов можно делать сразу после удаления маски с лица. Возьмите один яичный белок и свежевыжатый сок половины лимона. Перемешайте и ватной палочкой наносите точечно на рубцы каждый вечер на 15 минут. Лосьон от шрамов после прыщей можно приготовить самостоятельно из натурального яблочного уксуса. Разбавьте первая часть уксуса три частями чистой воды и протирайте лицо дважды в день вместо тоника. Кроме самодельной косметики из натуральных ингредиентов, вы можете бороться со шрамами и готовыми кремами и лосьонами из магазина, предварительно обогатив их активными веществами. Самый простой способ – добавить в ночной крем витамин Е. Этот жирорастворимый витамин продается в аптеках в форме желатиновых капсул. Одной капсулы достаточно для одной порции крема, то есть на одно нанесение. Витамин Е необходим для восстановления клеток, но его передозировка может спровоцировать образование новых прыщей и аллергических реакций. Другими словами, обеспечение питания и дыхания тканей – обязательное условие для успешного удаления рубцов и шрамов. Совмещая его с внешней терапией, вы наверняка вернете своей коже здоровье и красоту. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.